Лучше, чем было. Многие годы здание бывшей 43-й школы стояло практически в руинах. Образовательное учреждение считалось малокомплектным и за нерентабельностью было закрыто. Сегодня ситуация в корне поменялась. Район дальнего засвияжья стремительно отстраивается. Появляется большое количество многоквартирных домов, заселяются молодые семьи с детьми. Школа необходима как воздух. После осмотра губернатора Сергея Морозова пустейших стен бывшей 43-й школы в прошлом году было принято решение о ее модернизации, капитальном ремонте и переформатировании филиал 34-й гимназии. Прошло совсем немного времени и уже сегодня учреждение преобразилось до неузнаваемости. Были выполнены работы по полной замене всей инженерной инфраструктуры. Это отопление, вентиляция, водопроводка, канализация, электроснабжение, пожарная сигнализация. Полностью были выполнены отделочные работы. Ремонт самого здания полностью завершен. Дело осталось за малым. В этом году планируется завершение благоустройства территории и установка спортивной площадки, а также закупка учебного оборудования. Совсем скоро мальчишки и девчонки будут бегать по этой новой лестнице, чтобы грызть гранит науки в новой школе в Дальнем Засвияжье, которая здесь очень нужна. Со слов чиновников, после модернизации гимназия должна стать ультрасовременной. В ней будет учиться более 600 детей. Особое внимание в инфраструктуре уделено детям с ограниченными возможностями здоровья. Конечно, эта школа очень востребована. И будет она филиалом 34-й гимназии. Конечно, суперсовременная, с новейшим оборудованием. На это заложено более 120 миллионов рублей. Кроме того, почти 40 миллионов рублей выделено на благоустройство этой территории. У гимназии будет определенная направленность. Мы хотим, чтобы дети выбирали инженерные специальности. Мы понимаем, что это Засвияжский район, что здесь достаточно большое количество промышленных предприятий, которые нуждаются и в рабочих руках, и в инженерных специальностях. Этап завершения ремонтных работ обновленной школы осмотрел губернатор Сергей Морозов. Мы все отдаем себе отчет о том, что школа должна принять ребят 1 сентября. Поэтому у нас с вами время 8 месяцев осталось на то, чтобы здесь и внешний, и внутренний, и с точки зрения содержания, с точки зрения коллектива, с точки зрения оборудования, все должно быть самой современной. Также глава региона провел рабочее совещание, на котором обсудили приоритетные ремонтные работы в образовательных учреждениях городских и областных школ. Что планируется в 2021-2023 году? Планируется порядка ремонтных работ на сегодняшний день 1,878 млрд. Из них 1,326 млрд – это 2021 год. То есть 22-й год пока 552 млрд. Напомню, в 2020 году было введено в эксплуатацию четыре образовательных учреждения. Среди них два детских сада, школа в поселке Теренга и образовательный комплекс в Ишеевке. Антон Никонов, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.